Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, как же мужчине продлить удовольствие и как же долго-долго не заканчивать. Действительно, друзья мои, статистика достаточно грустноватая. 75% мужчин заканчивают половой контакт спустя 2 минуты, когда, да, половой контакт идёт 2 минуты всего. Поэтому давайте сегодня разбираться, как же на это можно ли повлиять, да, то есть вообще можно ли на это повлиять и как. И, соответственно, будем разбираться. Друзья мои, мне очень интересно знать ваше мнение. Поэтому обязательно напишите его в комментариях, что вы думаете, как же всё-таки можно повлиять на половой контакт. И можно ли это сделать? Обязательно мне напишите. Также, дорогие мои, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и задавайте интересующие вас вопросы. Ну что, я предлагаю начать. И действительно, это проблема серьёзная. Проблема серьёзная даже с точки зрения психологии, так как мужчина действительно переживает, что женщина не успевает получить удовольствие, что женщине недостаточно этого количества времени. К сожалению, статистику я вам озвучила. 75% мужчин и, соответственно, 2 минуты, да, 2 минуты всего. То есть только 25% половой контакт заканчивают, пусть более чем через 2 минуты. Действительно, статистика очень грустная. Я надеюсь, что никто в эту статистику не входит. Но, тем не менее, давайте разберёмся, ведь на это можно с вами повлиять? Можно. И, как говорят многие исследования, очень часто фактор психологический. Многие мужчины почему-то там начинают переживать, да. Многие думают, что, ой, если будет длительный половой контакт, я там заражусь какой-нибудь половой инфекцией. Многие мужчины переживают, что женщина забеременеет, и чем быстрее он закончит половой контакт, тем лучше. Да, у кого-то есть на это именно физиологические аспекты. То есть это какие-то воспалительные заболевания, заболевания мочеполовой системы, какие-то инфекции. Да, и из-за этого происходит такое быстрое семяизвержение. Соответственно, чрезмерно быстрое семяизвержение уже можно отнести к развивающейся сексуальной дисфункции. Поэтому, что же здесь нужно делать, и что же вам нужно порекомендовать? Безусловно, друзья мои, это гимнастика Кегеля. Я вам ещё раз в двух словах опишу, что это за гимнастика. Вот поверьте, если вы будете эту гимнастику выполнять хотя бы, хотя бы один раз в день, а лучше два, а ещё лучше три, потому что она действительно очень простая, вы можете её делать где угодно, то вы увидите потрясающие эффекты. А в принципе вы увидите, что вы сами можете контролировать время вашего удовольствия и вашего полового контакта. В чём заключается гимнастика? Во время мочеиспускания попробуйте перегородить струю мочевую, да? То есть будет такое сжимание как бы, и струя мочи прекратится. Соответственно, вот это сжимание случается. То есть вот как раз речь идёт вот об этой лобково-копчиковой мышце. Запомните этот эффект. То есть постоянно вот перекрывать струю мочи, конечно, не надо. Но вы запомните вот это чувство, что вы в этот момент чувствуете. Соответственно, и попробуйте уже не с мочой, а просто с этой мышцей потренироваться. То есть сожмите её крепко-крепко, разожмите. Сожмите её крепко-крепко, разожмите. Далее начинайте сжимать постепенно, разжимать постепенно. И то есть повторяйте это несколько раз. То есть, как я уже сказала, практически каждый день, там, допустим, в течение минуты, да, утром, вечером. Вы даже можете, когда на работу едете, это упражнение попробовать. Соответственно, следующий момент. Учитесь правильному брюшному дыханию. То есть дыхаем через нос, выдыхаем через рот. Тихо, спокойно. То есть в момент очень сильного возбуждения, в момент того, что вы чувствуете, что сейчас, сейчас, сейчас половой контакт закончится, вы должны успокаиваться и очень медленно выдыхать, да. То есть вдохнули, выдохнули. То есть вот этот момент вы успокаиваетесь. Безусловно, со своей партнёршей вы должны это обсудить. Что, дорогая, да, у меня есть определённый момент, что быстро я заканчиваю. Я хочу продлить половой контакт. Поэтому ты, дорогая моя, мне в этом помоги, пожалуйста, да. То есть, чтобы женщина на это как-то там не реагировала. Следующая рекомендация. Когда вы чувствуете, что вот-вот-вот сейчас, сейчас всё подходит, вам надо резко прекратить половой контакт, полежать и успокоиться. То есть как раз речь идёт о правильном дыхании. То есть вы ложитесь и спокойненько дышите. Почему я говорю, что вы должны предупредить партнёршу, чтобы её это не напугало и не обидело. Соответственно, вы успокаиваетесь и дальше начинаете продолжать ваш половой контакт. Это заметно увеличит время вашего полового контакта. Да, то есть постепенно дышим и всё-таки не зацикливаемся. Здесь очень ещё важный психологический фактор. То, что мужчины реально боятся, что опять получится, что через две минуты, через полторы минуты всё это я закончу. Партнёрша не удовлетворена, она злая, она недовольна. И вы накручиваете, что вот сейчас, сейчас опять это случится. Да, вот, соответственно, здесь вот нужно этот момент прямо от себя отталкивать. Да, случилось, но это не значит, что это со мной опять случится. И плюс выполнять гимнастику. Гимнастику, про которую я вам сейчас рассказала. То есть гимнастика действительно очень простая. Вы её можете выполнять вообще в абсолютно любом месте. На работе, дома, в машине, в метро, прошу прощения, где угодно. Но она действительно даёт потрясающий эффект. Действительно. И вы прямо чувствуете, как вы можете контролировать длину своего полового акта. Это действительно очень-очень важный фактор. Мне очень интересно знать ваше мнение. Обязательно поделитесь им в комментариях. Может, вы знаете ещё очень интересные способы, как можно повлиять на длину вашего полового акта. Обязательно пишите мне в комментариях. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И мы очень скоро с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю всего самого наилучшего, чтобы данная проблема вас никогда не беспокоила. И до новых встреч. Пока-пока.